Девушки отдыхают Впав в теплое помещение, где все буквально пропитано хоккеем, у людей на лицах невольно появлялась лучезарная улыбка. А тут еще и клуб приготовил очередную порцию околохоккейных сюрпризов. Так в фойе на втором уровне был установлен аэрохоккей, а на четвертом настольный хоккей. Эти развлечения явно приглянулись зрителям. Играли здесь не только дети, но и взрослые. Девушки отдыхают Вышли, постарались начать сначала игру, чтобы дать сопернику легко войти в игру и повезти в счет. По ходу стартовой 20-ти минутки у финцы трижды получали большинство, одно из которых перенеслось на второй период. Именно оно и принесло юлаевцам успех. Через 21 секунду после вбрасывания тему Хартиканин искусно подправил шайбу с пятачка. 1-0. Подопечные Игоря Захаркина в мертвых хватках цепились финнов, а вот забить никак не удавалось. Тут еще совсем не кстати, незадолго до ухода на перерыв, хозяева пропустили обидную шайбу. Постройство болельщиков во втором перерыве скрасил еще один приятный сюрприз для них. В фойе на втором уровне Уфа-арены была организована автограф-сессия с участием юлаевцев, вратаря Андрея Литвинова и форварда Артема Чернова. Прибывшие в эту зону активности игроки были ошеломлены от такого количества желающих взять автограф. Но хоккеисты – люди мужественные, поэтому они легко выдержали этот непростой марафон. Понимаю, что не самое удобное время, но все же, как эмоции? Да, положительный, хорошая атмосфера на стадионе, счет пока равный, третий период все впереди. Надеюсь, ребята сейчас уберутся и добьют ему выиграем. Заключительный игровой отрезок стал битвой нервов и характеров. Йокерит все так же терпеливо оборонялся, дожидая своего шанса в контратаках. А уфинцы умело атаковали, пытаясь подавить соперника. В такой игре соперники преуспели одинаково, забросив по шайбе. После гола Хартиканина, сравнявшего счет, показалось, что овертайма не избежать. Однако судьба решила иначе. Грубый провал в обороне привел к третьему взятию ворот Светборга за 36 секунд до сирены. И на этом все закончилось. Обидное поражение, конечно, расстроило. Только вот посыпать голову пеплом никто не спешит. Ведь игра Юлаевца в матче с Йокеритом внушает оптимизм не только болельщикам, но и тренерскому штабу. В спорте можно играть хорошо и при этом проигрывать. Сегодня мы примерно это и видели. Могу сказать, что команда работает много. Много бросаем, это выражается в количестве бросков. Но мы сейчас похожи на паровоз. Коэффициент полезного действия, там, 2%. Мы в таких ситуациях бывали уже. Единственный здесь выход или единственный рецепт в такой ситуации просто продолжать работать, верить в то, что мы делаем. Мы продолжаем верить в команду и ждем победы уже в следующем домашнем матче с Минским Динамо. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлаев.